Всем привет! Начинается моя новая рукодельная неделя, завершающая апрель и плавно перетекающая в май. И начинается она у меня вновь с лесного сэмплера от фирмы Ankor. Именно эта работа выпала в игре вышить все, которое проходит у меня вконтакте. И мне кажется, что кубики мне немного подыгрывают в этом году, потому что эту работу я планировала вышивать довольно активно. И думаю, что я бы ее взяла в любом случае, даже если бы она не выпала по кубику. Тем более, что концепцию этой недели я решила взять из тех рекомендаций, которые вы мне давали. Там несколько человек предлагали сделать крылатую неделю. То есть, понимаете, крылышки, полеты и все такое. У меня таких процессов всего три, на мой взгляд. То есть, это лесной сэмплер, это орел, это звездный дракон. Но у меня есть еще два процесса, в которых есть персонажи, любящие летать. Но крыльев у них нет. Поэтому я решила концепцию этой недели назвать несколько иначе. Мне пришла в голову фраза из любимого мультфильма. А мне летать охота. И поэтому, помимо перечисленных процессов, я решила, что сюда можно включить еще бабу-ягу, которая у нас активно использует ступу для полетов, и санту, которая летает, как известно, на оленях. Для начала я беру лесной сэмплер. Здесь я буду вышивать бабочку, такую самую крылатую, самое крылатое существо из всех представленных. Ну, как раз, да, хотя бы не белку, например, а бабочку. Вот, удачно совпало. Здесь буду вышивать небо и вот эти листочки. Ну, то есть, если вот эту часть я вышлю, то будет круто. Но я думаю, что на самом деле в бабочке будет уже достаточное количество крестиков. Посмотрим. Ну, по крайней мере, саму бабочку мне бы, конечно, оформить хотелось. Поэтому буду вышивать ее. Она непроста, скорее всего. Я помню, это по другой бабочке, вот здесь, которая у нас виднеется на уголке. Она была очень и очень непростой. Полагаю, что это будет не легче. Тем более, что цветов в ней, ну, на первый взгляд, побольше. Поэтому буду заниматься ей. Так, и далее. Ну, начнем мы все-таки именно с крылатых персонажей. И, соответственно, я беру процесс с орлом. Здесь, к сожалению, вероятно, мне предстоит вышивать не орла, а дерево. Вот это замечательное, прекрасное дерево. Именно его я хочу закончить, видимую вот его часть на данном этапе. То есть, дошить здесь крестики и сделать бэкстич. Возможно, передвинусь в левую сторону. Буду продолжать вышивать дерево. До орла, конечно же, не доберусь. Но ничего страшного. Ну, что поделать. Дерево тоже здесь очень даже необходимый элемент. И оно прекрасно. Оно очень круто смотрится. И вживую оно смотрится значительно более круто, чем на превью. На превью видно, что оно хорошее, проработанное и так далее. Но вживую оно прямо как настоящее получается. Поэтому с удовольствием повышеваю орла. И если успею, то повышеваю третий процесс. И это звездный дракон. То есть, как вы понимаете, начать я решила все-таки с крылатых существ. Звездный дракон. Его тоже повышеваю. До дракона не знаю, здесь доберусь или нет. Не очень помню превью. Но, тем не менее, процесс тоже с летающим персонажем. Не уверена, что я доберусь до дракона. Потому что бабочка в анкоре будет, наверное, моим таким основным приоритетом. Если она у меня вышлится довольно быстро и легко. Тогда остальным процессам достанется больше времени. Если нет, то, возможно, до дракона руки не дойдут. Но тогда я буду его шивать просто чуть позже. Ну, а в понедельник мы с вами встретимся. Выберем задание из ваших комментариев. Посмотрим, впишется оно в концепцию недели или нет. Ну, как вы знаете, я по этому поводу не особо переживаю. То есть, впишется здорово, не впишется, ничего страшного. Выполню задание по вашему комментарию. И буду брать дальше другие работы со своими летающими друзьями. Ну, а пока планы вот такие. В первую очередь бабочка, во вторую очередь орел с деревом. И если повезет, то доберусь до дракона. Пока так. Итак, половина недели прошла. Я повышевала всего два процесса. Но они у меня хорошо и существенно, я считаю, продвинулись. Давайте начнем с лесного сэмплера от Анкор. Посмотрим, как он у меня выглядел. У меня был вышед дятел. И у меня появился, появилась точнее говоря, вот такая замечательная, прекрасная бабочка. Не только бабочка еще появились. И листочки над бабочкой, и небольшие участки неба. И все это вместе как раз составило тысячу один крестик. То есть, вот прям идеально вписалась в мою норму. А что могу сказать об этом участке? То ли я привыкла, и меня вообще уже ничего не страшит в этой работе. То ли действительно эта бабочка все-таки была попроще, чем предыдущая. Хотя цветов здесь много. Здесь были и одиночки. И каких-то цветов было совсем чуть-чуть. Ну и в принципе здесь цветов много использовалось. Четвертинки здесь тоже есть. Но вот по моим ощущениям, первая бабочка, вот эта вот синенькая, она у меня вышивалась как-то более напряженно. Я склоняюсь к тому, что я просто уже адаптировалась к этой работе. Я могу шить ее долго-долго и дальше. И уже относительно спокойно при всем при этом. Но надо сказать, что готова у меня уже 89%. То есть я практически вышла на финишную прямую. Еще не совсем, но очень к этому близка. Давайте покажу поближе. Вот так выглядит бабочка. Мне, наверное, вот в предыдущей окантовка такая белая по краю, она, опять же, не могу сказать, что она там мне далась сложно как-то. Ну, как-то она меня, видимо, возмущала. А вот здесь, в этой бабочке, меня ничего не возмутило. Спокойно я достаточно ко всему отнеслась. Была мысль у меня, вот здесь есть такая одиночка. Это светло-красный, какой-то такой даже не совсем розовый оттенок. Ну, в общем, одиночка красных тонов, скажем так. И у меня была мысль ее не вышивать и вышить просто одним из красных цветов, которыми я вышивала вокруг. Думаю, надо будет и ее тоже вышить. Но так получилось, что когда я вышивала другим красным цветом, у меня нитка закончилась вот как раз. На этот крестик уже не хватало. Но я подумала, что ну ладно, значит, судьба сделать таки мне и эту одиночку тоже. В принципе, если бы я заменила ее другим красным цветом, уверена, что никто бы ничего не заметил. Но, в общем, получилось даже все по ключу. Листочки – это легкая часть в этой работе. Небо – это наилегчайшая часть в этой работе. Поэтому, в целом, мне этот участок дался, ну, довольно-таки легко. Хотя вышивала я все равно два вечера, но это скорее со временем было связано. Конечно, на бабочке, опять же, не разгонишься. Это понятно, потому что нитку меняешь достаточно часто. Но как-то вот не было у меня ощущений, что тяжело оно у меня шло. По первой бабочке там эти ощущения были более заметны. Вот так, 89%. Я хорошо иду. В общем-то, как раз получилось, что в апреле я сделала необходимую норму. И на май мне осталось около 4,5 тысяч крестиков. Так что все шансы на то, что я эту работу завершу весной, есть. Хотя, конечно, сова – она такая, ух, какая серьезная дама, по ней видно. Белочка – ну, тоже, я думаю, не так проста, как может показаться на первый взгляд. Поэтому я по-прежнему держу себя, скажем так, собранной, когда приступаю к этой работе. Я уже не жду здесь никаких легких особенно участков. И когда они вдруг встречаются неожиданно, это для меня приятный сюрприз. Здесь лучше прямо настраиваться на что-то трудное, сложное. И как-то вот с этим настроем приступать к работе. Мне кажется, когда я начала к ней подходить именно с такой позиции, то и работа пошла бодрее, веселее. Ну и, конечно, 89% – это уже очень-очень радует. Далее я вышивала орла. Точнее говоря, наше с орлом прекрасное дерево. Давайте посмотрим, как оно у меня выглядело до этого подхода. Оно у меня было уже почти готово относительно крестиков. Эта часть. И сейчас изменилось оно вот так. Мне интересно будет посмотреть на эффект до и после. Я не могу сказать, что здесь я настолько впечатлена результатом, как вот в этой ветке, в этой части. То есть эта часть, она тоже хорошая, тоже довольно реалистичная. Но мне кажется, вот эта ветка, она просто потрясающая. В целом, конечно, эта коряга смотрится прекрасно. И вчера вечером, когда я повышевала эту работу, отошла на некоторое расстояние. Она у меня стояла еще на станке. И я так как-то на нее сбоку посмотрела. У меня прям аж дух перехватило. Потому что такая красота. Так вот она смотрится объемно и очень круто, что просто вау. Почему-то вот сейчас я не настолько нахожусь под впечатлением. А вот когда смотрела немножечко со стороны, меня это очень сильно впечатлило. Здесь я сделала то, что хотела, то, что планировала. Я дошила все крестики вот в этой части. Здесь как раз начало ветки тоже у меня уже плотненько вышито. Дальше пошли пропуски. И чем дальше, тем их больше. Здесь я сделала бэкстич. Бэкстич вышивался всего двумя цветами в данном случае. По контуру вы видите. Тоже он двумя цветами. Где-то одним, где-то другим идет. Разными серыми оттенками. Есть внутри тоже дерево. Структура где-то подчеркивается. Вот здесь добавила бэк. Что-то у меня было не дошито. Ну, в общем, на этом участке я полностью все сделала. И в следующий раз я буду переставлять раму, сдвигать ее максимально к левому краю. И вышивать оставшуюся часть ветки. И вот эту скалу полукрестом. Ветка здесь уже такая. Ну, здесь несколько даже веток получается. Но они такие уже довольно тоненькие. И здесь произошло значимое событие. Очень значимое. Потому что в этой работе у меня готово 50%. Это, конечно же, тоже невероятно приятно. И здесь уже осталось вышивать меньше 20 тысяч крестиков. Что тоже очень-очень здорово. До следующей категории еще, правда, придется какое-то время повышевать. Но уже меньше 20. Это тоже весьма значительный результат. Вот. До дракона я не добралась, к сожалению. Не успела. И совсем-совсем чуть-чуть. Я даже думала показывать вам, не показывать. Ну, давайте покажу. Я вчера была на вышивальной встрече. Но я вчера туда ходила ненадолго совсем. И поэтому взяла не котов, как обычно я это делаю. А взяла я авокадо. И оно у меня теперь выглядит вот так. Я даже что-то нитку вчера не дошила. Вот так вот оставила. Ну, ладно. Давайте ее в эту сторону пока уберу. Повышевала немного. То есть я здесь вышила вокруг один цвет. Такой вот более ярко-зеленый. Я думаю, что заметно он проявился. Без него так совсем бледненько было. С ним немножечко это все более ярко, более активно выглядит. Вот. И все. В общем, не знаю еще пока сколько в крестиках. Потому что в этот раз решила не брать с собой планшет. Брала бумажную схему и не отмечала. И еще, соответственно, не отметила сайди, сколько у меня готово. Поэтому не могу сказать. Отмечу и в общий зачет недели посчитаю. На встрече я забрала еще несколько основ для вышивки. Давайте я вам их покажу. Я говорила, что в последнее время меня завораживают наборы основ. Вот когда они наборчиками такими красивыми продаются. Просто вот восторг. Я с трудом себя сдерживаю каждый раз, когда вижу подобные фотографии, чтобы что-то не заказать. И в этот раз, когда я забрала заказ, я поняла, у меня же тоже получился свой набор. Смотрите, какой он замечательный. Индивидуально подобранный. И вот такой прекрасный получился. У меня здесь, как вы видите, четыре основы. Одна из них это Белфест. Это вот этот вот нижний серенький. И три другие основы. Это Бритни. 28 каунт. Тоже комфортная основа для меня. Вот на такой синей я вышивала орла и дракона. Все время путаю этих замечательных созданий. Вышивала дракона от Надежды Гавриленковой. И подумала, что может быть мне еще такая основа пригодится. У меня такой нету. Эти основы тоже, как мне кажется, весьма универсальные. Серый очень приятный цвет. Здесь такой зеленоватый немножечко оттенок. Ну и здесь такой классический светло-коричневый. Тоже очень-очень приятный цвет. Поэтому буду на них обязательно что-нибудь вышивать. Как и на всех своих других основах. Так. И теперь что? Теперь мы переходим к заданиям из ваших комментариев. Будем сейчас выбирать что-нибудь оттуда. Я просмотрела, за что вы голосовали. Мне показалось. Если брать отдельные работы, то безусловным лидером являются шале, лесной сэмплер и грибные домики. Это прям вот три работы, за которые голосовали очень много. За шале, наверное, чуть больше голосовали. Много голосов было и за другие работы. За орла тоже голосовали. За бабу-ягу. За санту. За авокадика даже голосовали. По-моему, человека три. Ну то есть голоса были за разные работы. Но вот эти вот все-таки шале, такой лидер, лесной сэмплер тоже очень много. Мне даже трудно сказать, за какую из них голосовали больше. И за грибные домики тоже голосов было большое количество. Категории. За категории голосов было в целом меньше. И мне показалось, что все-таки категория «Хочу финиш» чуть-чуть более активно упоминалась. Хотя примерно, наверное, одинаково все три категории были упомянуты. Но вот «Хочу финиш» может быть чуть-чуть больше. Ну что, давайте пойдем, будем выбирать задание. Итак, вставляем ссылочку. Загружаем видео. На данный момент у нас 145 комментариев. Лошадки появились на заднем плане. Пока мы ждем для них бисер. Ну что, поехали. Выбираем, выбираем. И сейчас будет сюрприз. Сюрприз для меня в первую очередь. Хоп. Так, давайте посмотрим, кто же это у нас. У нас это Оксана Яковенко. Так, финиш потрясающий на этой основе да с надписью. Это про братство. Спасибо, Оксана. Отличное продвижение. Проголосую опять за старичков. Лесной сэмплер либо шале. Такой вот выбор мне предоставлен. И сейчас я вам скажу, что я буду вышивать. Сейчас минуточку подумаю и определюсь. Спасибо, Оксана, за комментарий. Я помню Оксану по аватарке. Знаю, что она часто пишет комментарии. Спасибо огромное, что смотрите. И будем вышивать все-таки лесной сэмплер от Анкор. Я знаю, что многие болеют за шале. И возможно сейчас есть такое некоторое разочарование, что ну вот опять Оля не взяла шале. Но я вам поясню свою позицию. Я сейчас уже прям настроена на этот процесс. Он у меня близится к финишу. У меня на него есть энтузиазм, есть азарт, есть огонек. И я так как в последнее время довольно часто его беру в работу, то уже есть вот определенное, как бы это сказать-то, сроднилась в общем я с ним. То есть он у меня сейчас идет хорошо. И я думаю, что надо этим пользоваться. К тому же действительно он к финишу уже очень близок. Шале безусловно мне тоже очень нравится. И процесс прекрасный. Там на самом деле сейчас легкие участки идут. И шале я тоже планирую брать на завершение. Но вот после анкора я думаю, что именно шале станет у меня таким вот основным процессом. Я может быть даже себе тоже норму поставлю в месяц какую-то по нему. А сейчас мне бы хотелось чуть больше внимания уделить лесному сэмплеру. Поэтому буду продолжать вышивать его. Переставлю немножечко раму и буду вышивать соответственно белочку. Здесь у меня, не знаю пока, насколько сложна белочка, не всматривалась в нее. Вот здесь вот листочки, они похожи на те листья, которые вот здесь вышиваются. Но здесь они идут в две нити. И не знаю, такие же они легкие, как вот эти. Или все-таки как-то там посложнее будет. Надеюсь, что сильно сложного ничего нет. Бэкстича на белке немного. Я вижу, что есть на лапках немножко. На ушках, на глазике скорее всего есть. Может быть вот здесь по ветке он идет, но это не точно. Вот такие у меня здесь будут планы. Белочку я, конечно же, за тысячу крестиков, а именно тысячу я планирую сейчас здесь сделать, я не вышью. Но я думаю, уже какие-то очертания появятся. Поэтому вот решение. Раз мне предоставили выбор, то я выбираю лесной сэмплер от Анкор. Это первая работа, которой я буду заниматься. Следующая работа, я думаю, что вы понимаете. Это будет дракон от Савиного леса. Не добралась я до него в первую половину недели, поэтому хочу добраться сейчас. Смотрела, что буду вышивать здесь. С этой стороны мне нужно бордюрчик сделать симметрично этому. Здесь, кстати, несколько крестиков не дошито. Надо про них тоже бы не забыть. Немножко буду вышивать элементы вокруг вот этих цветочков. Здесь зеленые, по-моему, листочки. И, возможно, вот такие вот желтенькие тоже будут. И после этого можно будет уже переставлять, может быть, даже раму и переходить к дракону. Доберусь ли я до дракона, не знаю. Но вот то, что я вам перечислила, я точно хочу сделать. И еще одна работа, которую я возьму. Да, возьму только одну. Как я вам говорила, у меня есть два персонажа, которые любят летать, но не имеют крыльев. Это Баба-Яга и Санта. Но Санту я на прошлой неделе повышевала, поэтому возьму Бабу-Ягу. Бабушка уже немножко заскучала. И поэтому хочу ее продвинуть, повышевать. Почему не беру Санту еще дополнительно? Потому что я думаю, что четыре процесса за оставшееся время я не осилю. Учитывая, что один из них лесной сэмплер, он все-таки вышивается медленнее. На Бабе-Яге сейчас чем я буду заниматься? Так, давайте вспомним, да, что у меня здесь вышито. И я думаю, что я буду продолжать заниматься фоном пока еще. То есть какими-то вот этими зелеными оттенками буду продолжать заполнять эту часть. До тех пор, пока у меня грибочки полностью не оформятся. То есть у меня должны остаться только красные шляпки и белые ножки грибочков. Ну и, конечно, вот эти вот еще деревья. То есть вот это вот дерево, вот это дерево я сейчас не хочу затрагивать. Но я хочу вышить вот этот вот фон, который будет вокруг грибочков полностью. Ну и вот здесь тоже, наверное, какую-то часть будет занимать. И потом уже буду вышивать грибочки. Говорила, что так мне будет удобнее. Поэтому хочу продолжить придерживаться своего плана. Пока он такой. 11%, насколько я помню, у меня готово на данный момент. И здесь тоже я хотела бы тысячу крестиков сделать. Ну, в общем, если в каждом процессе по тысяче крестиков сделаю, будет прекрасно и замечательно. Вот такие у меня планы. Как видите, большие работы все я буду продвигать. И я знаю, что многих это порадует. Но у меня сейчас, пожалуй, маленьких-то работ, кроме авокадо, и нет. Так что двигаем большие работы. Так, ну все, планы озвучила. Пошла вышивать. Что получится, покажу обязательно в конце недели. Ну вот и подошла к завершению еще одна моя рукодельная неделя. И мы уже находимся с вами в мае. Переместились плавненько сюда. Я снова вышивала лесной сэмплер от Анкор. Уже второй раз за эту неделю вышивала. И сделала здесь еще целую тысячу крестиков. Как это отразилось на работе, давайте посмотрим, как у меня работа выглядела до этого подхода. И теперь она выглядит вот так. Я бы сказала, что очевидно, что я вышиваю белку. Но боюсь, что если человек не в курсе, что я вышиваю белку, то он может не сразу об этом догадаться. Мне же кажется, что заметно, что вот здесь вот хвост, здесь голова, глаз появляется. Ну и в целом очертание белки. Вот здесь вот ее лапа. Вы же это тоже видите. Думаю, что в следующий раз, благодаря очередной тысяче крестиков, белочка уже полностью завершится. Сейчас у меня уже появились листья, которые здесь вокруг. Это вот эта часть, повышевала я здесь и вот здесь. Листочки готовы почти что полностью. Буквально не хватает по несколько крестиков вот здесь вот в листочках. Помимо белки, в следующий раз я еще буду вышивать ветку, на которой она сидит. Вот здесь вот она будет располагаться. Здорово, что было удобно сразу захватить листочки, потому что они, ну вот отсюда отступала я, или отсюда ли я начинала, уже не помню. Ну то есть хорошо, что можно было одновременно их вышивать. Меня очень радует, что в этом процессе остается все меньше и меньше работы, что он уже стремится к финише и завершению. Хотя в какой-то момент я поймала себя на том, что я готова была бы и еще повышивать эту работу. То есть когда вот я начала вышивать белку, так я думаю, ну в принципе я бы могла этот цемплер вышивать еще и еще, если бы вот он был больше как-то, можно было бы и дальше вышивать. Но потом я подумала, что это скорее моя иллюзия сейчас, потому что как раз работа движется к завершению. Я немножечко, может быть, даже грущу по этому поводу, как ни странно. Я с ним сроднилась, вот с его сложностью, с его всеми этими четвертинками и несчетным бэкстичем. И вроде как нормально мне все это вышивается, а если будет большой перерыв, то, наверное, я опять отвыкну и для меня будет, может быть, сложно приступить к другой такой сложной работе. Поэтому я подумала, что вероятно хорошо, что у меня и дальше запланирован анкор, и я ненадолго расстанусь со всеми этими трудностями, четвертинками и несчетным бэкстичем. Скоро мы с ними увидимся вновь. Может быть, даже увидимся до того, как я завершу этот процесс. Увидимся снова. Поэтому, конечно же, грустить здесь совершенно нечего. И я рада за Белочку. В следующий раз она, скорее всего, уже появится. И еще я рада тому, что планы мои выполняются в отношении этой работы. Я не скажу, что в отношении всех, но в отношении этой работы все-таки, да, скорее всего, я ее завершу весной. Осталось уже совсем немного. Посмотрите, Белочка уже почти готова. И когда я ее закончу, мне останется вышить только сову. Правда же? Совсем немного. Ну да, там веточки. Ну да, сова может быть сложная. Но все же, все же. Вот такие результаты у меня по этому процессу. Мне кажется, отличный и прекрасный. За последнее время он у меня очень и очень хорошо продвинулся. Это замечательно. Так, дальше что я вышивала? Дальше я вышивала дракона. И давайте тоже посмотрим, как он у меня выглядел. Дракона я тоже славно повышивала. Сделала в нем тоже 1019 крестиков. И теперь он выглядит вот так. Я как раз делала то, что вот мне очень хотелось. То есть я завершила бордюр вот с этой стороны. Я дошила элементы, которые над цветочком. Вот эти желтые, зеленые листочки. Вот здесь, 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 с этой стороны. И думала еще вот здесь дошить тоже бордюрчик. Но потом не стала, потому что дальше этим же цветом идет узор тоже. Вот здесь можно видеть его начало. Поэтому я решила эту часть оставить в покое. И перейти к главному. А собственно, к дракону. Я думаю, что вы уже догадались, что вот эта прекрасная изогнутая линия. Это хвост дракона. Самого основного в этом сюжете, то есть самого крупного. Там есть еще помельче. Но вот этот, он самый-самый главный здесь. И вот такое у него пока скромное может быть начало. Но главное, что оно есть. Думаю, что в следующий раз я работу уже передвину, переставлю. Хочу, чтобы мне было удобнее дотягиваться. Ну и чувствовать себя в целом посвободнее. Уже спокойно до вот этого момента можно передвигать работу. Несмотря на то, что я дошла до главного персонажа, вышивать здесь еще много. На данный момент у меня готово только около 20% работы. Поэтому здесь еще предстоит работы чрезвычайно большое количество. Но получается красиво, здорово. Вышивалась в этот раз так же прекрасно и замечательно и легко, как и в предыдущей. Поэтому я всем довольна. Не напряжена. То есть вот тысяча крестиков делается без какого-либо напряжения и больших усилий. Здесь пока больше рассказать нечего. Поэтому давайте посмотрим на еще одну работу, которую я вышивала. Это, конечно же, бабуся, ягуся. И давайте тоже посмотрим, как работа выглядела до этого подхода. Бабушке, к сожалению, досталось не такое большое количество крестиков. Сейчас работа выглядит вот так. Здесь я вышила 647 крестиков. Но процентик прибавила. Если было 11% готово, сейчас уже готово 12%. И я, в общем-то, довольна, что я повышевала эту работу немножечко. Может быть, не успела в полной мере ей насладиться. Все-таки как-то маловато, на мой взгляд, повышевала. Но я продолжила, как и предполагала, заполнять вот это зеленое пространство. Здесь вы можете видеть такие контрастные, тоже зеленые, но выделяющиеся небольшие участки. Потому что я, когда думала, какой цвет брать следующий, я смотрела, какие зеленые оттенки здесь еще присутствуют. И делала я это, выделяя значки в саге. И, соответственно, дошла до вот этого значка. Увидела, что он зеленый. Взяла этот цвет, начала им вышивать. Ну, вот одну ниточку вышила. И поняла, что это листочки дерева. То есть я-то хотела заниматься фоном, а получилось, что я вышила листочки вот этого дерева. Я отложила этот цвет и решила взять другой. Ну, распарывать уж, естественно, я не стала, несмотря на то, что хотела заниматься фоном. Но цвет все же следующий взяла именно фоновый. Мне почему-то нравится в этот раз идти таким путем. Я не знаю, насколько вам интересно наблюдать за именно таким появлением Бабы-Яги. Но мне почему-то нравится вышивать этот фон и оставлять основные элементы на потом. Напишите, пожалуйста, как вам такой формат. Я уже почти что весь фон, который я планировала, вышла. Я хотела вышить фон до Бабы-Яги, который идет. Я посмотрела, мне там остался еще один цвет, который будет уже вплотную подходить к Бабе-Яги. Его довольно много и я думаю, что после того, как я его вышлю, уже перейду к грибочкам, веточкам и так далее. Ну, то есть там дальше уже фон с основными объектами тщательно перемешан. Поэтому не будет, наверное, смысла особого выделять именно фон. Поэтому я решила, что дальше уже этого делать не буду. Но пока еще мне хочется продолжать, но интересно узнать ваше мнение. Как-то в этом процессе интересно происходит, что я увлекаюсь какой-то частью. Я когда вышивала бордюр, мне очень нравилось вышивать его. И даже как будто бы не очень хотелось переходить к средней части, потому что бордюр очень классно вышивается. Сейчас я перешла к средней части, начала вышивать фон. И мне не хочется отрываться от фона, хочется продолжать его. Поэтому я даже немного удивляюсь себе. Но вот здесь такой формат вышивки мне почему-то очень нравится, интересен и любопытно, как это вам, как вами это воспринимается. Ну, такое здесь, к сожалению, не очень большое продвижение. Но, тем не менее, оно есть. Бабушка продвинулась. Точнее говоря, еще не бабушка, а лес вокруг нее. Но тоже приятно. Я немножечко, совсем немножечко, повышивала еще одну работу. Это авокадо. На самом деле я взяла эту работу в руки для того, чтобы отметить вышитая на вышивальной встрече в саге. Потому что на встрече, как я вам говорила, я брала бумажную схему. И у меня здесь была недошитая нитка. Мне не нравится вообще-то, когда болтаются недошитые нитки. Я обычно так не оставляю. Поэтому я решила эту нитку дошить. После того, как я эту нитку дошила, так я думаю, ну что-то странное. У меня какой-то здесь авокадик такой. Сделаю-ка я его полностью. Дошью я вот эти крестики вокруг. И, собственно, это я и сделала. Там было еще два или три цвета. И я вышила полностью вот этот вот авокадик. Без бэкстича только. Что меня здесь насторожило, напрягло. Не знаю, как это сказать. Я не вписываюсь в фон. Сразу говорю, распарывать точно ничего не буду. Перешивать не буду. Но я поняла, что вот здесь я слишком близко нахожусь к буквам. Вот здесь я еще прошла. Все, здесь с этой стороны у меня крестики все вышиты. И буковка И, она, ну, по крайней мере, на расстоянии одного крестика от авокадо. А вот здесь у меня еще не все крестики вышиты. То есть здесь еще пара рядочков будет ниже. Не на всю надпись зайдет, но буковка Л немножко закроется. Чуть-чуть я по этому поводу подрастроилась. Я вроде бы начинала с того места и с того крестика, как и было нужно. Но сейчас это проверить крайне затруднительно. Поэтому я не уверена, что в этом виноват РТО. Может быть, я ошиблась. Допускаю такое. Они же, в принципе, делают эти основы стандартно. Да, то есть и вот эта меточка, откуда начинать, она тоже стандартная. Может быть, я посмотрела на метку, посмотрела на схему. В общем, что-то у меня тут не состыковалось как-то. Ладно, это мелочи на самом деле. Не страдаю по этому поводу особо. Но закроется буковка Л и закроется тоже не критично. Вот такое здесь у меня получилось продвижение. И получается, что за встречу и потом уже дома в общей сложности я вышила здесь 387 крестиков. Так что не слишком-то много. Хотя, может быть, именно этих крестиков не хватило Бабе-Яге. Но, с другой стороны, на вышивальную встречу Бабу-Ягу я все равно бы не брала. Что еще хотела рассказать? Еще хотела рассказать о том, что у меня появилась новая схема. Внезапно и неожиданно. Редко у меня в последнее время бывают такие уж прям спонтанные покупки. Но вот в этот раз что-то случилось. Я увидела отшив замечательного красивого слона. И мне он очень понравился. Мне захотелось сразу найти, что же это за схема. Раньше я такого не видела. Давайте ставлю вам превью. Я не буду вставлять отшив, потому что я не знаю, чей это отшив. Можно ли использовать эти фотографии и так далее. Поверьте мне, что в отшиве он намного прекраснее, конечно же, чем на превью. Я начала искать эту схему. Нашла, что это Shannon-Kristin Design. И это зарубежный производитель. Точнее говоря, дизайнер. И пришлось мне для того, чтобы приобрести эту схему, подключать родственные связи. Но теперь у меня схема этого слона есть. Дело за малым. Собрать на него материалы. Материалы там тоже хитренькие. Помимо обычных DMC, там несколько крейников. Три, по-моему. Там есть биконусы и еще какие-то кристаллы сваровские. Что тем более затруднительно. Я думаю, что аналоги в любом случае можно найти. Стеклярус и бисер четырех цветов. Вот такую комплектацию. Ну, ниточки, само собой. Про нитки я не говорю. Там тоже немало цветов для такой, как мне кажется, работы. Но я думаю, что с нитками проблем не будет. Вот с остальным сложности возникнуть могут. Но решила сразу вам показать этого замечательного слона. Которого, может быть, когда-нибудь я вышлю, когда соберу материалы. И еще одна новость. Нет, нет, это еще не финиш. Но теперь уже финиш точно случится. Потому что у меня пришел бисер. Я заказывала бисер на Валбере. Заказывала три варианта. И получилось так, что у меня был вариант из Тоха, Миюки и Прециозы. Я выбрала один. Мне показалось, что наиболее удачным все-таки будет Тоха. Поэтому забрала именно его. Оказалось, что это бисер от Гринберт. Я раньше покупала в этом магазине. Но там нужно делать большой заказ, чтобы как-то оправдать доставку. Или чтобы она была бесплатной. Не помню, есть она там или нет. А на Валберес можно взять один пакетик. Это, конечно же, удобно. Так что грива у лошадки теперь будет точно. И, видимо, на следующей неделе у меня будет еще один финиш. Это, безусловно, приятно. Так, вот теперь с новостями все. У меня получилось, что за неделю я вышла 5008 крестиков. Почему-то мне очень радостно, что я преодолела эту отметочку в 5000. Мне казалось, что будет меньше. Но все же результат довольно значимый. Так, какие у меня изменения в коллаже? Давайте посмотрим на него. Лесной сэмплер у меня продвинулся за эту неделю на 2000 крестиков. Здесь готово уже 91,6%. И осталось вышивать примерно 3300 крестиков. Представляете, как мы уже с ним близки к финишу. Орел тоже у меня замечательно продвинулся. И дошел до красивой отметки в 50%. Там вышивать еще 19400 крестиков. То есть еще много. Авокадик 43%. Там вышивать чуть меньше 2000 крестиков еще предстоит. Звездный дракон тоже продвинулся на 1000. Здесь еще вышивать 25500 крестиков. Очень много. И готово почти 23%. Баба-яга продвинулась немножко. Но у нее теперь уже 12,5%. И здесь еще шить и шить почти что 44000 крестиков. Вот такие у меня результаты за эту неделю. Я буду очень рада почитать ваши комментарии. Как вам мои процессы? Как вам мое продвижение? Как вам мой способ вышивки в бабе-яге нравится? Нравится или вам хочется скорее отдельных элементов? За какой процесс вы хотели бы проголосовать? Какой хотели бы продвинуть? Можете выбирать конкретную работу. Или же вы можете выбрать категорию. Категорию у нас три. Напомню. Хочу финиш. Не сбавляй темп. И думай о великом. Обозначение процентов на работах. И цветочек на категориях. Соответствуют друг другу. То есть вы можете на них ориентироваться. Ну что ж. На сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что следующая неделя будет не менее, а может быть еще более интересной. Всего вам самого-самого доброго. Увидимся. Пока-пока.